Здравствуйте, друзья! Я решил снять обучающее видео по робот-арена 2 для всех тех, кого это заинтересует, кто заинтересовался темой строительства собственных роботов и уничтожения роботов других. Я сделаю целую серию роликов, разделю их по тематике, то есть, например, будет отдельная серия про моторы. Для чего я решил так сделать? Потому что рассказывать, скорее всего, придется достаточно много, поэтому мне бы не хотелось сделать один большой, допустим, ролик длиной минут в 40, а то и в час. Я сделаю лучше несколько роликов поменьше, но между ними будет легко перемещаться, этот ролик будет считаться вводным, да, и, скорее всего, прямо даже в нем я сделаю такую менюшку, допустим, там, перейти к моторам, перейти, там, не знаю, к оружию, к колесам, да, там, к питанию и так далее. Мне кажется, просто так будет удобнее, потому что если у вас есть вопрос конкретно по моторам, то вы вот зайдете в ролик про моторы и там, собственно, узнаете все, что касается моторов. И сможете задать в случае чего там же и вопрос, касающийся моторов. Этот же ролик будет считаться таким введением, здесь я также покажу еще, ну, скажем так, первые шаги. Почему еще я выбрал такой вариант? Потому что, опять же, повторюсь, игра у меня постоянно вылетает, она очень нестабильная, я не знаю, это я такой везунчик или это она такова, но скажу следующее, что мне посчастливилось найти версию робот-арены 2 обычную, которая у меня нормально идет на моей Windows 7 64-разрядной, с последним патчем, она идет очень стабильно, пока что ни разу не вылетала, слава богу. И всем советую, на самом деле, играть в нее. Почему? Потому что я считаю, что она интереснее. Да, здесь очень много комплектующих, там комплектующих в разы, а то им может быть в десяток раз меньше, ну, вряд ли в десяток, но действительно значительно меньше комплектующих. Но, именно это, на мой взгляд, является минусом. Почему? Потому что там мы поставлены в жесткие условия именно конкретных комплектующих, которые нам нужно использовать для того, чтобы воплотить свои идеи. Мне кажется, что это интереснее, потому что это, понимаете, это своего рода конструктор. Вот только конструктор, который развивает нашу фантазию. Мы начинаем использовать комплектующие иногда нестандартным образом, там, а здесь, ну, куча всего предустановленного. Вот хочешь ты что-то? На, выбирай, делай. Оно уже готово, оно уже кем-то сделано, есть такая комплектующая. Там гораздо интереснее. Она гораздо стабильнее, интереснее, ну, в общем, интереснее, 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 интереснее. Всем советую. Итак, приступим. Кстати, если захотите поиграть по сети, пишите. Я подумал, что действительно это было бы очень интересно, поэтому давайте мы с вами как-нибудь это дело организуем, и я бы с удовольствием поиграл с вами по сети. Можем какой-нибудь даже турнир задумать, если наберется достаточное число людей. Итак, чтобы начать игру, нам сначала нужно зайти в штаб команды сюда. Здесь создаем новую команду, вот, New Team. Либо же удаляем старую, либо же заходим в старую, да. Я вот создал специальную команду пустую. Здесь создаем робота. Еще тут можно, кстати, экспортировать, импортировать роботов. Но это, в общем, не такая важная опция, на самом деле. Хотя, если вы там переустановите, ну, не буду об этом рассказывать, это не такая важная вещь. Итак, начинаем создавать своего робота. Мы попадаем в профиль, здесь мы вводим имя робота, и потом будем, как бы, делать его картинку. Ну, и видим также его вес и его классификацию, да. О классификации скажу отдельно. Роботы есть по классификации весовая. Они есть легковесные, средневесные и тяжеловесные. На мой взгляд, проще всего построить робота тяжеловесного. Почему? Потому что там мы можем разойтись, мы можем использовать все, что угодно, лишь бы не выйти за максимальный предел массы. Это не такой большой челлендж, как построить эффективного маленького робота, легковесного. Вот легковесный робот, по моему скромному мнению, это действительно челлендж. Это то, что заставляет задуматься. Так, ну, приступим уже к созданию. Нажимаем на дизайн корпуса, выбираем кнопку дизайн. Здесь мы можем либо рисовать сами по узлам, ну, кстати, не обязательно по сетке. Можем выключить вот эту опцию, и тогда мы можем ставить узлы вообще где угодно. Число узлов ограничено, поэтому нарисовать здесь из узлов какую-нибудь картинку из серии соедини точки у вас не получится. Поэтому я обычно работаю по узлам. Также мы можем выбрать вот такую опцию круг, и от самого маленького до самого большого круг у нас автоматически будет создан. Также можем выбрать опцию прямоугольник. Здесь выбираем его длину, выбираем его ширину. Так, ну, вот я создам какой-нибудь, вот, не знаю, вот такой, например, прямоугольник. Почему бы нет? Шаг 2. Можем здесь сразу финиш нажать, а можем нажать шаг 2. Для чего нужен шаг 2? Для того, чтобы побольше поработать над корпусом. Здесь мы можем выбирать высоту корпуса от самого тонкого до самого толстого. Например, вот такая коробка от холодильника. Вот, допустим, сделаю какой-нибудь вот такой, не очень широкий. И также мы можем здесь работать над верхним ярусом нашего корпуса. Например, мы можем создать вот такой вот вариантик, кстати. Тоже подумайте, можно здесь сделать вообще паровозоподобный такой клиновидный корпус. Если немножко поработать на первом ярусе с узлами, на втором ярусе с узлами, можно сделать такого робота, который как бы будет расталкивать вражеских роботов чисто за счет своей формы корпуса. Ну, я сильно здесь не буду изгаляться над ним, сделаю что-нибудь немножко такое, чтобы он уж не был прям совсем прямоугольный. Нажимаем финиш. Здесь же можем нажать кнопку армор, выбрать материал и толщину обшивки. У всего этого есть вес и, ну и, соответственно, прочность. Я вот выберу какой-нибудь там алюминиевый, например. Далее переходим к самый важный, самый долгий пункт. Это бот констракшн. И вот про бот констракшн, про различные его вкладки вы уже сможете узнать в одной из последующих серий. Серии эти я постараюсь выпустить все в один день. И думаю, что на экране вы уже прямо сейчас видите менюшку, которое у вас по этим сериям проводит. Так что, друзья мои, выбирайте то, что вам интересно дальше. Продолжение следует...